друзья приветствуем вас на канале компании japan life в этом видео мы попытаемся разложить по полочкам самый часто задаваемый вопрос наших клиентов как заказать автомобиль с аукционов японии самому для чего нужна непосредственно компания вам в этой сделке либо можно же все таки не прибегать к услугам компании и сделать это все самому начнем самого первого нужна ли компания компания нужна сто процентов компания в этой сделке является как минимум вашим гарантом то есть компания которая официально зарегистрирована на территории российской федерации вы с ней подписываете договор на приобретение автомобиля именно по этому договору взносите предоплату на расчетный счет компании и после этого начинается поиск автомобиля также конечно если вы понимаете какой автомобиль покупать вы знаете как считать таможенные платежи разбираетесь какие автомобили проходные какие не проходные безусловно вы можете в интернете где-то найти японскую компанию которой вы обратитесь но там поиском автомобиля вам для вас никто заниматься не будет если вы и все ошибки по сделке будут ложиться на вас если вы купите сделайте ставку не проходной автомобиль это эти все издержки придется оплачивать нам в случае работы с российской компании то есть вы в мы здесь и выступаем для вас гарантов то есть гарантом все риски по сделке мы берем на себя если наши менеджеры приобретут непроходной автомобиль то уже эти все риски будут компенсированы нами вот ну как бы как минимум вы обращаетесь в компанию для того чтобы компания передала вам свой многолетний опыт в привозе автомобилей то есть соответственно если вы ничего не понимаете как считать пошлину как делать ставки какие машины вам нужны то есть вам однозначно придется обратиться в компанию то есть эти же все компании которые находятся на рынке они же не просто так все находятся то есть если даже разложить по полочкам самому никак не получится привести то есть в любом случае тот кто везет сам он все равно обращается в эту компанию только у него есть ну допустим у дилеров да у дилера и у дилера есть условия так называемые оптовые условия ему машины никто не ищет и поэтому но этот человек везет сам он все риски по ставкам берет на себя вот поиском не занимается целый штат менеджеров этого автомобиля и соответственно есть в каждой компании два раздела условий есть условия опт и есть условия розница вот так же если вы понимаете в принципе да как все это делать вы можете и с нами заключить договор на оптовые поставки менеджер с вами не будет работать и это будут совершенно другие условия покупки после того получается как вы определили что рисковать крупные суммы денег вы не готовы вам необходимо обратиться в компанию которая занимается которая осуществляет привоз автомобилей с аукционов японии обязательно прежде прежде чем вы обращаетесь в эту компанию обязательно посмотрите чтобы эта компания была официально зарегистрирована вы подписываете с этой компании договор договор подписали обменялись сканами по электронной почте после того как заключили договор по этому договору нужно внести предоплату предоплата в данном случае по данному договору осуществляется только на расчетный счет компании если вы заключили договор и вам говорят переведите деньги на деньги на карту либо там еще на какую-то третью платежную систему данный договор не в случае каких-то проблем не будет иметь юридическую силу если вы это не докажете в суде это очень важный момент который необходим потому что это очень распространенное явление когда с вами по вам скидывают договор на подписи просят отправить предоплату по этому договору третьему лицу то есть будьте с этим моментом очень бдительно все после того как вы проверили компанию внесли предоплату на расчетный счет после этого начинается поиск автомобиля поиск автомобиля на тоже очень важная на ситуация в этом деле никогда не ищите автомобиль и не работаете с компанией по конечному по конечной стоимости в приложении потому что тогда компания начинает покупать вам всякий хлам за дешево и выставлять вам максимальную стоимость заработка у каждой компании лучше посмотрите их фиксированную фиксированные цены на их комиссию и только это будет самая чистая сделка это очень важный момент то есть допустим как взять у нас мы подписали автомобиль допустим там за 2 миллиона рублей условно да если он обойдется миллион там 900 до ставка на аукционе сыграет меньше таможенные платежи курс евро упадет соответственно этот автомобиль мы отдадим клиенту миллион 900 если вы работаете с компанией по конечной стоимости в приложении то если даже автокурс упадет или ставка на аукционе будет дешевле вам все равно выставят 2 миллиона это очень важный момент ребят но все определились то есть договор подписали закинули предоплату на расчетный счет работаем по договору онлайн не по конечной стоимости заявки да ну то есть еще раз объясняю если ставка сыграла дешевле значит заплатили дешевле все в нашем случае каждый день после подписи до договора менеджер вам отправляет лоты на согласование каждый день мы высылаем варианты вы их согласовываете если этот вариант вам нравится делаем ставку не нравится ищем дальше проходит какое-то время все вариант согласовали купили то есть после покупки автомобиля не выставляется нашим менеджером инвойс на проплату японской стороны то есть это одна из трех частей которые входят стоимость автомобиля то есть автомобиль купили выставили вам инвойс в течение трех дней вы пошли в банке оплатили японскую сторону все ждем поступления автомобиля на наш японский ярд в течение где-то недели двух автомобиль приходит мы делаем подробную фотоопись высылаем вам на почту все посмотрели автомобиль соответствует аукциону ну то есть по фотографиям принципе если будут какие-то ну видимые косяки в моменте перевозки то их можно сразу же предъявить и мы их вам компенсируем ну удержим эту стоимость перевозчика вот дальше мы готовим документы на экспорт автомобиля переоформляем их в японской в японском гаи так называемым ну по-русски говоря вот и сдаем документы перевозчику все после формирования контракта после погрузки на судно автомобиль идет во владивосток время морского перехода где-то два-три дня автомобиль в россии автомобиль выгружается на складе временного хранения наши сотрудники досматривают этот автомобиль делают опять же подробную фотоопись и высылают ее вам опять же вы смотрите если есть какие-то видимые косяки на этапе перевозки сразу же скидываете своему менеджеру мы это все поднимаем в случае того до что если мы обнаружим какие-то новые косяки которых не было на аукционном листе мы вам компенсируем все далее отдел декларирования занимается подготовкой документов для вас в таможенный орган то есть набиваем декларации подаем в таможню это ориентировочно два-три дня выпускаем с таможни далее после выпуска автомобиля с таможней с вами свяжет связывается наш менеджер если у вас какие то есть дополнительные пожелания купить там резину масла либо еще что-то там отполировать ну все что угодно это уже согласовывайте со своим менеджером делаем дополнительные процедуры потом готовим автомобиль к отправке моем мы всегда его обязательно ну вот и вывозим на транспортную компанию то есть а забыл еще самое главное да тоже таможенный платеж это вот третий платеж вы оплачиваете сами в своем городе через там сбербанк либо любой другой банк оплачиваете по реквизит на реквизиты таможни и предоплата которые вы вносили нам на расчетный счет компании 45 тысяч рублей она идет в счет окончательного платежа автомобиля то есть она все полностью вычитывается поэтому тем самым ребят это самая на сегодняшний день безопасная схема привоза автомобилей потому что мы не работаем вашими деньгами мы не берем у вас деньги то есть вы не без боязни до что там компания закроется вы останетесь без денег такого нет вот то есть все платежи идут открыто вы проплачиваете вы не отправляете их нам на расчетный счет и переживаете кинут вас или нет то есть вы отправляете деньги напрямую на наш японский офис по россии и вы отправляете деньги здесь государству через банк то есть по сути дела в работе с нами вы только там рискуете 45 тысячами рублей но который в принципе для нас но это не та сумма до ради которой мы будем портить свою репутацию поэтому эта схема она открытая она и была разработана но в нашей компании для того чтобы избежать всякие неблагоприятные ситуации поэтому ребят не знаем как объяснил там если есть какие-то вопросы задавайте в комментариях прочитаю постараюсь максимально детально ответить на все ваши вопросы вот мы видео только начинаем снимать поэтому пока еще раз повторюсь могу где-то что-то теряться вот если чего что-то недорассказал задавайте свои вопросы в комментариях я постараюсь детально на все ответить все ребят всем пока с вами была компания japan life всего доброго ребятами подведем небольшие итоги то есть итог компания нужно в любом случае что для оптового клиента что для розничного клиента в при любых раскладах любой клиент прибегает услугам той или иной компании это однозначно то есть забудьте эту фразу заказать там привести самому очень часто мы сталкивались когда люди везут сами или стоимость там на выходе получается в десять раз дороже приклады скрипка вот